МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый карагандинский в студии Гульнуржакен. Сегодня выпуски. Никто не забыт, ничто не забыто. 15 тысяч карагандинцев приняли участие в акции «Бессмертный полк». Колонна шествовала по улице Гоголя к мемориалу славы «Вечный огонь». В Караганде появилась еще одна улица, увековечивающая память героев. В честь праздника Победы в городе переименовали улицу Театральную в честь героя Великой Отечественной войны Тишпека Аханова. Подробности далее. Штурм Рейхстага воочию. В Караганде организовали историческую реконструкцию взятия немецкого парламента. В ней приняли участие около 300 студентов и школьников. Бессмертный полк в Караганде собрал около 15 тысяч человек. Все они пришли 9 мая к мемориалу славы «Вечный огонь», чтобы отдать дань памяти тем, кто 72 года назад ценой своей жизни победил фашизм. На мемориале состоялось шествие бессмертного полка и возложение цветов. Карагандинцы с портретами родных прошли по улице Гоголя к Вечному огню. В руках участники акции гордо несли штендеры с портретами родственников, которых так или иначе коснулась Великая Отечественная война. Рауза Мукатайка заучаствует в шествии каждый год. Она вышла с портретом своего отца, красноармейца Мукатайя Канапьяула. Женщина с гордостью рассказала, что отец был призван в 41-м. Свои – 44 года. Несмотря на возраст, Мукатайяга сражался на войне, не жалея сил. На митинг пришли все его потомки. Отец умер в 100 лет, а воевал под Сталинградом. При жизни никогда не пропускал праздники Дня Победы. Сейчас, чествую память отца, я выхожу на митинги с его потомками. Прошло 20 лет со дня его смерти. Никогда не забуду его героизм. И каждое 9 мая для меня проходит очень болезненно. То время никогда не забудется. Память о героях будет вечно. Толиген Закиров приехал на митинг из Баянаула со всей своей семьей. Он принес с собой портрет отца Рахимтая Закирова. Дома оставалась мать, тоже участница Великой Отечественной войны. На этот митинг она по состоянию здоровья прийти не смогла. Вместе с ним в колонну бессмертного полка встали внуки. Наша главная миссия – не забыть героизм наших отцов и сохранить его потомкам. Мы приехали сюда специально с детьми, ведь именно они должны гордиться своим дедом. Никогда не забуду его рассказы о войне. Ружейный зал, военные песни и гвоздики. У мемориала вечного огня не протолкнутся. Ветераны, украшенные орденами, военнослужащие в парадных мундирах. Участников войны остало всего 184 человека во всей Карагандинской области. Со словами благодарности к ним обратился глава региона Ирлан Кушанов. То поколение победителей – это гордость нашего общества. Это пример истинной любви к родной земле из заветного мужества. Великая победа – это важная часть нашей истории, нашей общей истории. Без нее не состоялась бы независимость нашей страны. Мы всегда будем помнить и чтить память победителей, остановивших фашизм. Спасибо вам, дорогие ветераны, за сегодняшнюю нашу мирную жизнь. Своих современников поздравил и 95-летний ветеран Беркут Ешанов. Аксакал поразил собравшихся военной выправкой и проникновенной речью. Сегодня мы собрались не потому, только чтобы отметить, собраться сюда. Нет, каждый год День Победы наш народ, наша молодежь дает клятву. Сейчас в Караганде в живых осталось около 90 участников Великой Отечественной войны. И лишь некоторые из них смогли в этот день быть вместе с нами и поделиться воспоминаниями. Это значит, что как только объявили День Победы, мы как смертники себя считали, где прибьют и как прибьют. Мы как в госпитале очень радостно, торжественно были салюты. Всем хорошей жизни. Счастливого, чистого неба, нас духовой. Много нас, много приветствует нас. Пожелаю. Около 60 тысяч жителей Карагандинской области воевали на полях сражения во время Великой Отечественной войны. Чествование таких героев было и остается главной миссией. Акция «Бессмертный полк» проводится в Караганде на протяжении четырех лет. На первом шествии возле мемориала «Вечный огонь» приняли участие всего 25 человек. Сейчас же в колонии прошли около 15 тысяч карагандинцев. В строю «Бессмертного полка» шли взрослые дети, молодежь и пенсионеры. Каждый хотел отдать дань памяти своим отцам, дедам и прадедам. Фариза Улбаева, Жасла Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 9 мая по главным улицам Караганды проехали автомобили и мотоциклы, украшенные в лучших традициях празднования Дня Победы. В Центральном парке состоялся парад ретроавтомобилей. Машина времени перенесла каждого зрителя на десятилетия назад. Подробности в сюжете Фаризы Улбаевой. Здесь можно было лицезреть ретроэкспронаты, возраст которых почти 80 лет. Горожане могли не только полюбоваться раритетами на колесах, но и сесть за руль. Здесь можно было встретить американский ретроавтомобиль Уиллис времен Второй мировой войны. Сюда он попал прямиком после реставрации. Достойную компанию старичку составил ГАЗ-67, а также «Зеленая Победа» 1955 года. Стоит отметить, что все представленные ретро-кары на ходу владелец Победы Станислав Полудинский говорит, что машина досталась ему от деда. Тогда он получил ее по талону. Автовладелец отмечает, машина лучше, чем другой любой навороченный автомобиль. Садишься в нее и чувствуешь это. Машина времени. Возвращаешься в прошлое. 60 она больше в принципе не едет. Там три скорости. Раньше же не было скоростей таких больших. Мягко идет вообще, мягко очень. Мягче, чем, наверное, Мерседес, наверное. По этим явам проходит, вообще не чувствуется. Всего было представлено порядка 10 ретро-автомобилей. Интересно, что салоны многих авто сохранили аутентичность советского времени. В них чувствовалась история, душа. Приходило понимание, что для некоторых семей их машины стали реликвии, которые они передают из поколения в поколение. Акция проходит 2005 года. И с каждым годом число машин растет. Разнообразие раритетных двухколесных транспортных средств стало еще одной изюминкой нынешней акции. Среди них были представлены советские мотоциклы марок М-72, Иш, Юпитер, Ява, первый советский мотороллер Вятка. Самый ранний год выпуска представленной мототехники – 1958. Самый поздний – 1990. Общее количество ретро-мотоциклов составило больше 10. Народу интересно показать свою технику, что сохранилось от дедушки или от бабушки, что нашлось в гараже. И люди показывают с удовольствием. И мы приезжаем каждый 9 мая. Карагандинцев, ставших свидетелями движения огромной праздничной автоколонны, немало впечатлило увиденное яркое зрелище. В общем, отлично все. Класс. Супер. Нравится. Прикольно. Интересные старые машины, которые прошли войну. Да, я почти вернул свое время, посмотрел на эти машины. Молодость вспомнил. Очень прекрасные машины. Мне нравится она, потому что день победы сегодня. И все наши дедушки и бабушки, они победили. И больше никакого зла не будет. Желающих посмотреть на автомобили не убавлялось. Выставка простояла под открытым небом довольно долго. Владельцы делились секретами ухода за своими машинами. Раскрывали истории и еще долго отвечали на вопросы любопытных. Парезал Баева, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Парк Победы в Караганде стал центральным местом празднования для Победы. Величественная ротонда славы с раннего утра была окружена горожанами, которые собрались отметить памятную дату. День Победы этого года в Караганде удался на славу. Праздничное настроение гостей и жителей города поддержала и отличная погода. Концертные программы в этот день организовывались буквально на каждой площадке, в каждом сквере и парке. Но большинство собралось именно в Парке Победы. В театрализованной концертной программе Ер Есмель Есенде приняли участие несколько десятков представителей творческой молодежи. В этот день звучали всем известные песни не только на военную тему, но и произведения о родине, о единстве. А это очередь за кашей полевой кухни. По традиции все желающие бесплатно смогли отведать солдатской каши. Для некоторых это был долгожданный момент. Мы первый раз пришли за кашей вот с детьми. Хотим попробовать. Никогда не ели солдатскую кашу. Мой дед воевал. Вот сейчас тоже пришли, посмотрели здесь. Детям интересно. А поздравляю всех, не только карагандинцев, но и вообще жителей всего Советского бывшего Союза с таким великим праздником. Всем счастья, здоровья, всего самого наилучшего. Рецепт армейского кулинарного творения нехитрый, говорит сержант казахстанской армии, повар военно-полевой кухни Светлана Кананова. С тем, что эта еда также имела стратегически важную роль в приближении победы в Великой битве, никто не поспорит. С 6 часов утра мы начинаем заготовки. Это морковка, лук, оно все пережаривается. После того, как каша приготовилась, сама каша гречневая заливается кипятком. И вот после того, как она приготовилась, мы туда добавляем тушенку, да, или как правильно говорится, мясные консервы. И после этого добавляем соль, перец, все как положено по вкусу. Праздничное мероприятие продолжилось до поздней ночи. Расходиться никто не спешил. И старый, и млад ждали салют. И вот он, точно такой же, как и салют, запущенный в 1945 году в честь победы на Красной площади. Несколько десятков залпов фейерверка стал достойным завершением праздничных мероприятий в День Победы. Разноцветные огоньки, расплывающиеся по небу, олицетворяли собой не только мир на земле, но и единство, счастье и светлую надежду на будущее. Айнур Нурмангалиева, Исламбек Успан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. На сегодняшний день в Караганде проживают 90 ветеранов войны. С каждым годом их становится все меньше и меньше. В преддверии Дня Великой Победы Аким города Нурлана Убакиров поздравил всех ветеранов с праздником и вручил им памятные подарки. Сунгат Саттагулов, ветеран войны, после окончания Алматинского военного училища отправился на фронт. Воевал под Сталинградом и Минском. Пенсионер служил командиром артиллерийского взвода 66-й дивизии, которая позже получила название «Гвардия Якушина». Прошу вас, будущий наш завоеванная, как говорится, основа. Это вы, молодежь будущая Карагандинского области, города. Будьте всегда авангардией. Ваши, хвалить я не хочу, но руководители, они плохого, конечно, вас не будут. Все будут стараться как можно лучше, чтобы вы жили лучше и народ жил хорошо. Они всегда с заводом. Великая Отечественная война оставила огромный след. У многих она отняла родных и близких. Именно такие встречи помогают ветеранам сблизиться. Беседуя друг с другом, они вспоминают о былом времени. Глава города Нурлана Убакиров пришел на встречу, чтобы лично поздравить ветеранов с их праздником. Но связь поколений не прерывается. Традиции, помнить и чтить Великую Победу поддерживаются и сегодня. Завтра мы будем праздновать 25-летие Вооруженных сил Республики Казахстана. Наша армия, наши бойцы, истинные патриоты своей Родины, как и вы, наши ветераны. Как говорит глава нашего государства, наш долг хранить в сердцах благодарность всем, кто добывал эту победу, кто своей кровью добился всеобщего освобождения от фашизма. На протяжении всего вечера гости слышали слова поздравлений и теплые пожелания. Для всех приглашенных организован праздничный концерт, где выступали танцевальные коллективы шахтерской столицы. По статистическим данным, в прошлом году в области проживало 256 ветеранов ВОВ, но в этом году их стало значительно меньше – 184. Их становится все меньше и меньше тех, кому мы можем сказать спасибо. Асель Созамбаева, Жакслык Нурта, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. Минувшие выходные в Караганде переименовали улицу Театральную. Ее назвали в честь ветерана Великой Отечественной войны Тешпека Аханова. Он воевал на Центральном фронте в составе 953-го стрелкового полка, а после был партийным работником. На торжественном открытии улицы побывала Фариза Улбаева. Тешпека Аханов родился 28 июня 1924 года в совхозе Победа Ульяновского, ныне Бухаржиравского района Карагандинской области. В сентябре 1942-го ушел на фронт, воевал в составе 953-го стрелкового полка. В июле 1943-го после лечения в госпитале демобилизован. Вернулся в Караганду и поступил учиться в Карагандинский учительский институт. Далее был на должностях секретаря Карагандинского обкома комсомола, заместителя заведующего отдела Карагандинского горкома партии. Он жил ради нас, ради детей. Его воспитание действительно было лучшим, хоть и строгим. Все было в меру. Несмотря на его должность, он всегда уделял нужное внимание каждому из нас. Любил нас как родных дочерей. Ушел отец из жизни 86 лет. А память о нем осталась с нами навечно. А теперь и подрастающее поколение будет знать о местном герое. За все эти годы Тешпека Аханов внес большой вклад в развитие Караганды и угольного бассейна Карагандинской области. Был депутатом нескольких созывов Карагандинского городского и областного совета народных депутатов. Заслуг у Тешпека Аханова очень много, потому жива память о нем. И власти города посчитали уместным переименовать улицу Театральная в честь почетного гражданина города Тешпека Аханова. И сегодня в честь одного из известных карагандинцев, участника войны, первостроителя города, почетного гражданина нашего города Тешпека Аханова, мы открываем улицу. Вся трудовая жизнь Тешпека Аханова тесно связана с городом Карагандой и Карагандинской области. За все эти годы Тешпек Аханович внес большой вклад в развитие города и области, работал на различных постах, был заместителем председателя облсполкома, депутатом нескольких созывов Карагандинского городского и областного совета народных депутатов. Стоит отметить, что вопрос о переименовании улицы подняли два года назад. Ведь в 2015 году в Казахстане объявили мораторий на переименование улиц, районов, микрорайонов и других частей населенных пунктов. Он действует до сих пор, правда с одним исключением. Разрешено называть новые улицы и переименовывать старые в честь ветеранов Великой Отечественной войны. Фариза Убаева, Жасан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Торговая сеть «Скиф» в Караганде представляет акции с 8 по 21 мая. Напиток «Таежный дар» – полтора литра, 199 тенге. Детский стиральный порошок «Ушастый нянь» – 800 грамм, 439 тенге. «Скиф» – просто сравни цены. В преддверии Дня Великой Победы в Караганде прошла масштабная историческая реконструкция штурма Рейхстага. На площади перед дворцом культуры нового Майкудука собрались сотни горожан, чтобы вспомнить подвиг лейтенанта Рахимжана Кушкарбаева. В мероприятии приняла участие дочь героя Алия Кушкарбаева. Имя Рахимжана Кушкарбаева вошло в историю благодаря ему самоотверженному поступку. 30 апреля 1945 года совместно с красноармейцем Григорием Булатовым во время боевых действий он первым водрузил красное знамя на фасаде здания Рейхстага. Более семи часов лейтенант Кушкарбаев и рядовой Булатов подбирались к зданию. 20-летний лейтенант возглавил один из штурмовых отрядов, главной задачей которого было установить флаг. Историческая реконструкция тронула сердца зрителей. Многие не сдерживали слез. Молодые люди. Что еще нужно для воспитания патриотизма, чем вот такие мероприятия, которые вы сами, участники этого мероприятия, вы на себе испытали, наверное, ну пусть тысячную толику того, что было на самом деле. Сегодня, конечно, если бы мой отец был жив, может быть, все было бы по-другому. Я хочу сказать всем огромное спасибо. Организаторами зрелищной постановки выступил местный исторический клуб. В ней приняло участие около 300 карагандинцев. Среди них в основном учащиеся колледжи и вузов города. Несколько месяцев изучали архивы, писали сценарий и обдумывали декорации. Участники самостоятельно искали форму, шили плащ-палатки и готовили военную технику той эпохи. А для исполнения самых почетных ролей Кошкарбаева и Булатова был объявлен кастинг. Ну здесь в основном была боевая задача, как бы пройти ползком, поднять Булатова. Это основная моя задача. То есть вот это все как бы не трудно было. Вы понимали, что у вас ответственность? Ответственность, конечно. Вот это все понимаем. Это как бы наш патриотизм. Долг был перед Родиной. Бойцы 150-й и 170-й стрелковых дивизий окружили вражеское здание. Шел тяжелый бой с немецкими солдатами. От взрыва гранаты залпов орудий сотрясала земля. Бойцы дивизии отрядами шли в атаку, теряя погибших. Смерть солдата, яростные атаки, взрывы и море крови. И уже казалось, это не театральная постановка, а настоящий жестокий бой. Артем Петров участвует в таких мероприятиях впервые. И не собирается останавливаться на этом. Его дед был разведчиком 127-й танковой дивизии. Артем решил примерить на себя ту самую роль. Об акции узнал через социальные сети. И немедля подал заявку на участие. Я штурмовик первого штурмового отряда. Задача нашего отряда – это вознесение знамени над Рейхстагом. И захват немцев, фашистов. Здание дворца сыграло роль Рейхстага. Разрушенный военный вид ему придала маскировочная сетка. А вот асфальт на площади перед дворцом разрушили на самом деле. Но его и так планировали заменить в этом году. Организаторам все же удалось удивить горожан и максимально воссоздать атмосферу боя в 45-м. Зрители остались довольны, смотрели зато их дыхание. Для Караганды это не первый опыт. В декабре 2010 года на Спасском полигоне был реконструирован бой у деревни Крюково в декабре 1941 года. Организаторы уверены, что подобные мероприятия будут проводиться регулярно. А сельцы Замбаева, Сламбеку Спан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Виртуально попасть на столичный военный парад, посвященный 25-летию образования вооруженных сил, стало возможным для карагандинцев. 7 мая, в День защитника Отечества, на лед-экране, установленном возле Дворца культуры горняков, прошла прямая трансляция военного парада. Прямая трансляция военного парада шла по всем государственным телеканалам. А те, кто хотел увидеть представление на улице, собрались перед лед-экраном. Ощущения очень такие благополучные, потому что я служил в Советской армии в 70-х годах. Я вот смотрю, очень хорошо идут, прекрасно, молодцы, вооруженные силы. Поздравляем всех казахстанцев с праздником, желаем всем крепкого здоровья, чтобы защитники нашей Родины защищали нас еще лучше, мира на нашей земле, счастья всем, здоровья. Сегодня у нас в Караганде проходит прямой эфир в Астане. Это парад, военный парад. Вся Караганда, наблюдаем за этим. Помимо горожан, за просмотром республиканского парада следили военнослужащие Карагандинского региона, сотрудники и учащиеся школы Жасулан. В общей численности более 500 человек. Здесь принимают участие не только подразделения части войск регионального командного основного, но и части национальной гвардии МВТ. Наши воспитанники Жасулан, наши части специального назначения, военная полиция и другие. Очень торжественное событие. Для нас большая честь находиться здесь. Сегодня здесь общественность города, ветераны, Аким города присутствуют. Мы совместно проводим это мероприятие. Стоит отметить, что на республиканском параде в Астане участвовали более 300 человек из нашего города. Все они являются представителями национальной гвардии Карагандинского региона. Юбилейный военный парад является одним из самых масштабных в истории страны. Такое количество техники и военнослужащих в Казахстане еще не демонстрировали. Фариза Улбаева, Жахслух Нурта, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Свой 50-летний юбилей отметила воинская часть 52 859 Национальной гвардии Республики Казахстан. В честь юбилейной даты в театре Станиславского наградили 40 отличившихся сотрудников. Кроме того, организованный концерт, фотовыставка и демонстрация специальной техники. Кроме того, на площади была развернута полевая кухня. Сайран Башиков уже 17 лет служит в войсковой части 52 859 Национальной гвардии. Начинал командиром взвода. В настоящее время занимает должность начальника инженерной службы. В честь 50-летнего юбилея нацгвардии Сайран Башиков награжден почетной грамотой Акима Карагандинской области. Я сегодня награжден почетной грамотой Акима Карагандинской области. С 2001 года я прохожу службу воинской части. Начинал службу с командира взвода химической защиты. Был командиром технической роты. Проходил службу также на должности заместителя командира батальона по воспитательной и социально-правовой работе. В настоящее время я занимаю должность начальника инженерной службы. В юбилейном торжестве принял участие заместитель Акима области Андрей Липунов. От имени главы региона он поздравил личный состав с юбилеем и наградил почетными грамотами особо отличившихся военнослужащих. Карагандинская область самая большая и протяженная в нашей стране. И ваша воинская часть имеет очень важное значение для нашего региона. Хочу сказать, что любая область радовалась бы, чтобы такой полк дислоцировался бы на их территории. Кану празднования Дня Великой Победы, прошедшим праздником Дня Защитника Отечества, позвольте вас от имени Акима Карагандинской области Кушанова Ирлана Жакановича поздравить с юбилеем образования воинской части. Стоит отметить, что полк имеет богатую историю. Военные работали на ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, принимали участие в ликвидации последствий падения ракетоносителя «Протон-М», а также последствий взрывов на промышленных объектах и жилых зданий. Ежегодно личный состав находится на передовой борьбы с паводковыми водами. Да, здесь сегодня в преддверии 72-й годовщины Великой Победы наша воинская часть отмечает 50-летний юбилей. За более полувековую историю воинская часть привлекалась к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ на территории Республики Казахстан, а также за его пределами. Имеет большой опыт работы проведения спасательных работ, оснащен передовой техникой, аварийно-спасательными инструментами, лично составит богатый опыт и готовы в любое время прийти на помощь пострадавшим населению. Помимо награждения и концерта была организована фото-выставка служебно-боевой деятельности войсковой части, а у входа ожидал показ специальной техники и полевая кухня, где каждый желающий мог попробовать солдатскую кашу. Андрей Тайна, Жарагибаева, Жаксылык, Нурта и Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Ежегодный фестиваль солдатской песни прошел в Центральном парке города. В этом году он посвящен 25-летию Вооруженных сил Республики Казахстан. В фестивале принимали участие воинские части, сотрудники полиции и студенты. В честь Дня защитника Отечества на главной сцене Центрального парка прозвучали песни в исполнении военнослужащих и учащихся различных военных заведений нашей области. Солдаты пели как старые песни времен Великой Отечественной войны, так и современные патриотические композиции, написанные уже в годы независимого Казахстана. Фестиваль солдатской песни – это праздник мужества, чести и патриотизма. Военнослужащие разных частей области собрались около сцены. В нетерпении солдаты ожидали своего выхода. Помимо солдат демонстрировали свои творческие умения и сотрудники внутренних дел, которые уже не в первый раз принимают участие в этом фестивале. На этот концерт мы с департаментом внутренних дел, от имени группа Нурорда, ансамбль Нурорда, мы пришли всех поздравить отныне жителей Карагандинской области. Фестиваль солдатской песни проходит в Караганде уже более 10 лет. За это время творческий конкурс приобрел множество почитателей. Карагандинцы знают, что 7 мая в Центральном парке люди в форме исполняют любимые песни, танцевальные номера на военную тематику. Сегодня мы проводим фестиваль солдатской дружбы, посвященный 25-летию вооруженных сил Республики Казахстан. 7 мая 1992 года указом президента Республики Казахстан был подписан указ о создании вооруженных сил Республики Казахстан. И мы сегодня проводим фестиваль солдатской дружбы. 7 мая – это праздник патриотизма, праздник чести. Фестиваль получился ярким и громким. Никто не был оставлен без внимания. На празднике карагандинцы услышали военно-патриотические песни в исполнении сотрудников внутренних дел, военных и студентов. А самым лучшим исполнителям вручили билеты на Экспо-2017 в Астане. Фариса Улбаева, Жакцул Кнуртая, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В завершении о спорте. И вновь проигрыш. Футбольный клуб «Шахтер» в 11-м туре регулярного чемпионата страны снова потерпел поражение. 6 мая на стадионе «Шахтер» горняки принимали футболистов Павлодарского и РТШ. Итог встречи 0-1 в пользу гостей. Уже в дебюте встречи гости вышли вперед. Павлодарский легионер Аяк Буси на левом фланге сфолил на фонсеке. Живкович выполнил фирменный кросс на ближний угол вратарской. А там уже пирали Алиев головой отправил мяч в сетку. 0-1. После забитого гола акцент игры переместился в центр поля. В дальнейшем, до самого перерыва, зрители наблюдали равную игру с минимум опасных моментов. Начало второй половины продолжилось в том же ключе. При невысоких скоростях обе команды предпочитали особо не рисковать и воротам угрожали нечасто. Горняки пытались использовать забросы и стандартные положения. Однако опасные моменты у ворот павлодарцев не возникали. Итог матча 0-1 в пользу коллектива Иртыша. Комментируя игру, наставник шахтера Алексей Еременко заявил, что игра была очень тяжелой для обеих команд. По его мнению, на некачественном поле сложно показывать качественную игру. «Недонастроились на поле. Мы говорили об этом, что на этом поле красивого футбола не может получиться. Здесь будет много борьбы, здесь будет много единоборств. Нужно быть победителем в единоборствах. Принимать удары, сдавать удары, не обращать внимание на ошибки, работать. Но сегодня, скажем так, получилось, что будем развиваться, почему настрой не был». В настоящее время с шестью очками карагандинский шахтер находится на предпоследнем 11-м месте турнирной таблицы. Возглавляет чемпионат столичный клуб «Астана». Следующий матч горняки вновь проведут на своем поле. 14 мая они будут принимать футболистов уральского клуба «Акжаик». Андрей Тензак, Салык-Нуртай, Андрей Тимофеев, первый карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сауболмстар. Субтитры создавал DimaTorzok